Всем огромный привет! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой творческий канал. В этом видео я хочу вам показать, как я делала шляпные коробки. У меня они в двух цветах, в двух размерах и на примере этой темной синей коробочки я вам все подробно расскажу и покажу. Итак, приступаем. Нам понадобится картон самой большой плотности и нам нужно вырезать круг. Для этого я беру тарелку диаметром около 15-16 сантиметров и обвожу карандашом. Затем ровно и четко по контуру вырезаю свой круг. Это будет дно нашей коробки. Для того, чтобы дно было покрепче и понадежней, я вырезала еще такой же круг, такого же диаметра, только из пивного картона. И теперь заготовка для самой коробки. Я взяла длину 54-55 сантиметров, и склеивать я буду ее внахлёст. Высота моей коробки будет 16 сантиметров, но здесь высоту вы можете регулировать сами. Затем я беру по нижнему краю коробки и отступаю где-то около 1-1,5 сантиметров и делаю сгиб. Делаю я двумя металлическими линейками, это очень удобно, и тогда сгиб получается очень ровный и аккуратный. Затем по всей линии сгиба я делаю небольшие надрезы, где-то шириной около 1 сантиметра. И надрезы я делаю по всей длине сгиба. Вот что у нас должно получиться. И теперь все склеиваю. Сначала я склеиваю два круга и клею я все горячим клеем. Затем склеиваю саму заготовку для коробки. Как я говорила, я клею ее внахлёст, где-то на 1-1,5 сантиметра. После этого переворачиваю коробку и наношу клей на наши надрезы. Сверху приклеиваю наши круги так, чтобы белый цвет оказался внутри. Чтобы задекорировать наши стыки, я отрезала полоску шириной 2,5 сантиметра, а длина такая, как длина всей коробки. И приклеиваю к нижней части. И начинаю я приклеивать именно там, где у нас образовался шов, чтобы у нас все было одинаково, ровно и аккуратно. Коробка наша готова, осталось только задекорировать. Я буду декорировать лепниной. Для этого я беру силиконовый молд и заполняю формочку глиной. У меня глина самозатвердевающая. Заполняю всю формочку глиной так, чтобы грани рельефа были четкими и аккуратными. Затем переворачиваю молд и аккуратно извлекаю фигурку, так, чтобы ее не повредить. Для того, чтобы она была по форме коробки, я прикладываю ее на саму коробочку и оставляю до полного высыхания. Ну и так как у меня глина была серого цвета и при высыхании она только лишь немного посветлела, я буду ее красить. Крашу я в белый цвет акриловой краской. После того, как я все покрасила и у меня высохла краска, я немножечко ее хочу оттенить. И делаю я это с помощью губки для декупажа и краской серого цвета. Буквально сухой уже губкой я прохожусь по выпуклым граням своей формочки и затем ее приклеиваю. Приклеиваю я ее на клей момент, потому что горячий клей не очень хорошо приклеивает глину. Располагаю по середине и затем уже декорирую стразовой лентой. Я отрезала три ряда и приклеиваю по всему диаметру коробочки. Затем добавляю еще на нижнюю часть коробки небольшое отрезание. И на этом мое видео готово. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!